МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дело из них 33 раскрыто по горячим следам. Также было 180 ДТП с 10 пострадавшим. Такой выдалась неделя у люберевских правоохранителей. Неспокойно обстояли дела у огнеборцев. 42 выезда по сигналу тревоги и ликвидация трех возгораний предстояло пожарным. Один пожар произошел на территорию городского круга Люберца 24 сентября. Входная дверь в квартиру по адресу Люберца, Хлебозаводской, проезд, дом 9. 20 сентября в округе стартовала подача тепла. На сегодняшний день батареи горячие почти во всех домах и социальных объектах. Исключение составили 8 домов Малаховки, но и их обещали подключить к теплоснабжению в ближайшее время. В первом случае капремонт проводит подрядчик теплосети ООО «Тепло». Они монтируют теплосеть. Котельная затоплена, но теплосеть сегодня сдастся. И будут подключены эти дома по Быковскому шоссе вернее. А по пяти домам по улице Чайковского там компания ООО «СКУ» подписывает договор с Раменской теплосетью на подключение пяти домов. Вот до обеда обещают включить. Активно готовятся к зиме и компании, занятые обслуживанием дорог. Глава округа поручил им ответственно отнестись к этой работе. Результаты подготовки Владимир Ружицкий оценит лично в октябре. Текущими работами на прошлой неделе были заняты управляющие и подрядные организации. Ежедневно проводилась уборка городских и дворовых территорий. Всего было привлечено 92 единицы спецтехники, задействовано 995 человек. Продолжаются работы по улице Звуковая. Благоустройство выполнено на 65%. Срок завершения 31 октября 2019 года. Для вывоза твердых коммунальных отходов в Люберецком округе задействовали 48 единиц техники и 79 человек. За неделю вывезли почти 30 кубометров смешанного мусора и 700 кубов сухих отходов. Анна Троян, Алексей Андреев и Александр Моисеев. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.